Фигуристки Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию. 29 января этого года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года. Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Российским фигуристам присудили бронзу. На основании указа Путина от 31 марта 2011 года, номер 368, стипендия президента выплачивается только олимпийским чемпионом. Напомню, Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках, поэтому выплата стипендии президента ей прекращена. Танцевальный дуэт Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда распался по обоюдному желанию. Как сообщают журналисты, причиной расставания стало недовольство фигуристов результатами в прошлом сезоне. На данный момент Шанаева и Дрозд не определились с новыми партнерами. Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне 2022-2023 Шанаева и Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финалы гран-при страны, а в следующий год стали четвертыми на чемпионате и пятыми на спартакиаде. На данный момент 20-летняя Шанаева остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнера. 28-летний Дрозд ушел к тренеру Ксении Румянцевой, но неизвестно, будет ли он продолжать карьеру. Илья Малинин подвел итог своему выступлению на чемпионате мира. 19-летний спортсмен заявил, что он находится в шоке. Он также отметил, что огромную поддержку ему оказали родители. Цитирую. «Это золото так много для меня значит. Последние пару недель были сложными. Не давало покоя мысль, что я не смогу выступить на чемпионате мира. Так что я рад был здесь и стать первым». Конец цитаты. Также Малинин рассказал, что говорил сам себе во время соревнований. Цитирую. «У меня в голове был голос «не опускай руки, несмотря ни на что. Нужно идти вперед. Не думай о том, что себе плохо. Будь уверен, что тренировки и мышечная память в конечном итоге позволят тебе выбиться наверх». Конец цитаты. Напомню, спортсмен набрал 333 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал 6 четверных прыжков и получил 227 баллов. Тем самым он установил новый мировой рекорд. Также Илья рассказал о планах на следующий сезон. Цитирую. «Я хочу решить, что можно улучшить в следующем сезоне. Возможно сделать новый сложный контент. Попробовать новый стиль, жанр или сложную музыку. Посмотрим, когда я вернусь». Конец цитаты. И вот стало известно, что фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шичина тренируются в дуэте. Ребята скатываются в группе Ксении Румянцевой. Напомню, Елизавета Шичина выступала с Гордеем Хубуловым. Их дуэт стал шестым в финале Гран-при России среди юниоров в 2023 году. Отец фигуристки Мирославы Лебедевой сообщил, что дочь ушла из порта. В прошлом году отца Мирослава Михаила критиковали в сети, и он жёстко обращается с дочерью. Критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль. Вот что он написал у себя в соцсетях. Ну что ж, друзья, у нас для вас важнейшая за последнее время новость. Совместно, долго размышляя, мы приняли решение закончить заниматься фигурным катанием. Мира начала отставать в силу своих данных, а это значит, что биться головой Астину нет никакого смысла. Всё-таки 10 лет. Это возраст, когда нужно определиться, есть чем двигаться дальше или нет. Когда долгое время нет побед, и впереди их тоже не видно, то и мотивация теряется. Хотим поблагодарить каждого из вас за поддержку, критику и советы. Мы много приобрели за эти годы. Мира больше не хочет кататься, а я её в этом поддерживаю. И это взрослый сезон показал, что всё-таки нужно остановиться. Конец цитаты. Закончился чемпионат мира, и многие журналисты обратили внимание, что судьи никак не могли определиться, как оценивать Дэвис и Смолкина. Так, например, ритм-танец уже грузинского дуэта Диана Дэвис и Глеба Смолкина венгерский судья поставил на седьмое место, польский на восьмое, австралийский и литовский на... А вот представитель Новой Зеландии выступлением, видимо, оказался крайне недоволен и отправил пару на восемнадцатое место. Результат получается путём складывания всех оценок за вычетом самой высокой и самой низкой по следующим делениям на число судей. И этого хватило на двенадцатое место. По итогам произвольного танца Диана с Глебом оказались на четырнадцатом месте. На этот раз больше всего имени довольна была арбитр из Франции, которая посчитала их восемнадцатыми. Судья из Новой Зеландии поставил их на пятнадцатое место, венгерский на десятое, а вот австралийский на седьмое. То есть, только вдумайтесь, два раза подряд прокат один и тех же спортсменов. Два разных судьи оценивают на седьмое и восемнадцатое места одновременно. В других цифрах разброс. Также значительен почти 20 баллов по одному только произвольному танцу. Поэтому сложно говорить, насколько качественно выступили Дэвис и Смоукин. Визуально без серьезных ошибок. Возможно, где-то даже увереннее, чем на чемпионате Европы в январе. В Каунасе при схожих баллах они стали восьмыми, но на чемпионате мира и конкуренция в разы выше. Пара прогрессирует в своем темпе, однако потенциала для стремительного рывка не видно. До сих пор складывается ощущение, что уход от Игоря Шпильбанда был ошибкой. Напомню, промежуточные задачи для Дэвис и Смоукина было попадание в топ-10. В таком случае на будущий год у Грузии было бы две квоты, так что если Дианы с Глебом хотят двигаться вперед, им нужно что-то менять. Софья Качушкина и Марк Волков покинули штаб Александра Жулина. Танцевальный дуэт перешел тренироваться к Анжелике Кроллоуэй. Вот что сообщила тренер. «Качушкина и Волков у меня катаются. Они перешли ко мне в группу». Конец цитаты. Вот как новость прокомментировала Софья Качушкина. Цитирую. «Александр Вячеславович – чудесный тренер. Помимо прочего, пообщавшись и посоветовавшись с ним, мы поняли, что сейчас в нашей паре хочется открыть для себя что-то новое. Мне всегда нравился подход Анжелики Алексеевны Крыловой. Она прекрасен специалист со своим невероятным видением, поэтому уверена, что под её руководством мы сможем раскрыть новые грани и найти то самое новое. Сейчас уже приступили к работе. Всё очень нравится. Коллектив дружный. Всё проходит на позитиве». Конец цитаты. Распался ещё один дуэт. Фигуристы Анна Румак и Глеб Гончаров прекратят совместные выступления в танцах на льду. В прошедшем сезоне дуэт стал серебряным призёром этапа Гран-при России среди юниоров. В Красноярске. И занял девятое место на юниорском первенстве страны в Саранске. Вот что сообщается в телеграм-канале команды Румак и Гончарова. Цитирую. «Анна и Глеб остаются в очень хороших отношениях. Но со следующего сезона в юниорских танцах появятся две новые яркие и красивые пары». Конец цитаты. Влад Дикиджи прокомментировал выступление американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира. Цитирую. «Чемпионат мира смотрел впечатление невероятное. Это высший уровень, чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си. Этот парень гений. Талант, работа, гениальность. Если буду усердно работать, то в принципе способен догнать его». Малинин сказал, что мой четверной Аксель выглядел легким. Было приятно увидеть такой позитив в его словах. Правда. «Думаю, пока Аксель Малинина лучше всего. Но я буду обязательно его догонять. И, может быть, сделаю лучше». Конец цитаты. Александра Трусова рассказала о новых программах к шоу «Этери Тудберидзе». «Тур команды «Этери Тудберидзе». И я буду ждать встречи с вами. Я бы готовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся. Жду всех. 30 марта в Челябинске, 2 апреля в Новосибирске и 3 апреля в Барнауле». Участники команды «Этери Тудберидзе» прилетели на шоу в Челябинск и теперь готовятся к выступлению. Старт шоу «Чемпионы на льду» состоится 30 марта на арене «Трактор». 16 титулованных фигуристов из команды «Этери Тудберидзе» находятся в полной готовности. Так, чемпионка мира Елизавета Туктамышева запечатляла себя в раздевалке на арене «Трактор». Макар Игнатов и Андрей Мазалёв проверили готовность к шоу трибун Челябинской площадки. Молодые люди улыбаются под цветом синих софитов. И пока одни прогоняли номера полностью, другие оттачивали прыжки у бортов. Судя по видео из соцсетей команды «Этери Тудберидзе», помимо новых номеров, от титулованных спортсменов челябинцы увидят яркое световое шоу. «Этери Тудберидзе» вместе с Александрой Трусовой провели мастер-класс для спортсменов из Челябинска. Вместе с юными звездами они опробовали лёд-арене «Трактор». Также на ледовое шоу прилетела Аделя Петросян. Чемпионка России по фигурному катанию призналась, что рада вновь вернуться в Челябинск. Спортсменка отметила, что по прилёту в столицу Южного Урала ей не хватило встречающих волонтёров. Ранее стало известно, что юная звезда команды «Этери Тудберидзе» удивит челябинцев новым номером. Увидеть её вживую южноуральцы смогут 30 марта на льду арены «Трактор» шоу «Чемпионы на льду». Больше новостей о фигурном катании в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Если же вам понравилось это видео, то ставьте лайк.